Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы читаем воскресное Евангелие о мытаре и фарисее. В прошлый раз мы читали Евангелие о Закхее. Закхей – это самый плохой человек в городе. И, может быть, ты, брат, тоже считаешь себя самым плохим человеком в своем селе, самым грешным человеком в своем городе. Но не отчаивайся, а как Закхей, ищи Иисуса, чтобы узнать, кто Он есть для тебя. А сегодня Евангелие о самом плохом прихожанине. Это Евангелие о мытаре и фарисее. Без сомнения, самый плохой прихожанин – это мытарь. И мы читаем 18 главу Евангелия от Луки с 10 по 14 стих. И здесь мы находим такие слова. «Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь». Конечно, слово «фарисей» в христианских сообществах давно стало нарицательным. Но это не совсем справедливо по отношению к древним фарисеям. Ведь в Нагорной проповеди Христос прямо говорит, обращаясь к верующим в Него. «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное, в Царствие Божие». И это действительно так. Проблема фарисеев заключается в том, что они, исполняя внешнюю форму служения, иногда забывали о внутреннем содержании. Но христианин должен превзойти их праведность, то есть исполнить и внешнюю форму обрядов благочестия, и внутреннее содержание поставить на первое место. Обычно мы думаем, что фарисеи и мытарь – это два человека, один из которых был оправдан, а другой не оправдан и даже осужден Богом. Но это не так. Давайте внимательнее сегодня читать этот отрывок. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь». Ну, мы знаем с вами, что мытарь – это были коллаборационисты, предатели собственного народа, которые собирали подати на оккупантов. «Фарисей, встав, молился сам в себе так». Что значит «молился сам в себе»? Он молился про себя, но Господь – сердцеведец. Как же он молился? «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь, пащусь два раза в неделю и даю десятую часть из всего, что приобретаю». Здесь мы видим, что фарисей – это идеальный прихожанин. Он пастится два раза в неделю. Он десятую часть из всего, что приобретает, отдает на Дом Божий. Я думаю, каждый приход мечтал бы иметь для себя такого человека, прихожанином. Это настоящий прихожанин, не захожанин. А далее как раз речь идет о захожанине, который наверняка редко заходил в храм. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Что значит «ударяя себя в грудь»? Он как бы хотел достучаться до собственного сердца. Как в книге Откровения Христос говорит «Се, стою у двери и стучу». Господь стучится в сердце каждого из нас. А здесь этот мытарь, который считает себя предателем собственного народа, грешником конченным. Он боится поднять глаза на святыне храма. Он бьет в сердце с намерением достучаться до него и восклицает «Боже, милостив, будь милостив ко мне, грешнику». И смотрите, что сказано далее. На это почему-то не всегда обращают внимание. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». То есть фарисей тоже был оправдан. Но мытарь пошел в дом более оправдан. Поэтому не надо иметь рассуждение, что один оправдан, а другой нет. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысит». Вот здесь мы видим разницу между христианством и иудаизмом. Там действительно в молитвах допускались у них фразы, в которых они противопоставляли себя другим людям. Например, в утреннем правиле каждый мужчина молится, и говорит, «Слава тебе, Господи, что ты сотворил меня не женщиной, а мужчиной». И вот молитва фарисея, такая настоящая иудейская. «Слава тебе, Боже, что ты меня создал не таким, как этот мытарь, там всякие обидчики, грабители, прелюбодеи. Он постился два раза в неделю, он давал десятую часть из всего, что приобретал». Но здесь возникает некая нестыковка. Иудеи не постятся два раза в неделю. Мусульмане тоже не постятся два раза в неделю. Единственная религия, в которой постятся два раза в неделю – это христиане. Этот пост установили еще святые апостолы. Пост в среду и в пятницу. В среду, потому что иуда в среду предал Христа, а в пятницу, потому что в пятницу он был распят. Для кого же эта притча? Давайте посмотрим девятый стих. Обычно мы начинаем чтение этой притчи с десятого. Но надо обратить внимание на девятый. Этот стих предваряет эту притчу. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других». Следующую притчу. А далее два человека вошли в храм помолиться и так далее. Фарисейская самоуверенность проникла в христианские ряды. И эта притча обращена к христианам прежде всего. Иудеи не читают притчи Христа. Мы читаем Евангелие и притчи Христа. Господь знал, что закваска фарисейская проникнет в христианский мир. И саддукейская, и закваска Иродова. Поэтому он предупреждал своих учеников. Не берите с собой закваски фарисейской, саддукейской, иродовой. Фарисейская закваска – это ложный фундаментализм, ложная строгость. Прежде всего, к другим и в меньшей степени к себе. Это противопоставление своей каноничности чьей-то неканоничности. Ну, таких мы знаем. Закваска Иродова. Ирод был известный мод, кутила. Это когда религиозный человек не исключает из своей жизни гидомистические какие-то прорывы, которые могут контузить его бессмертную душу. А закваска саддукейская – это закваска, связанная с модернизмом. Саддукеи не верили в загробную жизнь, не верили в ангелов, в бесов. Это были модернисты, как бы сейчас сказали, неообновленцы, которые вносили новые понятия в мир религии. Истина ни с теми, ни с другими. Она всегда посередине – это царский путь. Царский путь, который не позволяет впадать христианину в разные крайности ложного фундаментализма, крайних форм модернизма, чтобы христианин не был кутилой, эмотом, а чтобы он жил, исполняя волю Божию, воспринимая евангельские заповеди, как Господне руководство к действию. И мы сегодня выучили этот урок для себя. Если мы проявим смирение и не будем противопоставлять себя другим людям, тем более нашим домашним, то в этом великое благо, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто-то может спросить, а как же иудейские женщины молятся, когда мужчина молится и благодарит Бога, что он родился мужчиной, а не женщиной. А для женщин там следующий текст приблизительно такой. Женщины говорят «Благодарим Тебя, Господи, что Ты создал нас по воле Своей». Получается, что женщины более смирены, чем мужчины. Итак, будем преодолевать в себе любое превозношение перед кем бы ни было, дабы Господь не смирил бы нас. Выучим этот урок и поблагодарим Бога. Берегите себя, братья и сестры. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!